Все дети нуждаются во внимании, а особенно те, которые остались без родительской опеки. Например, в Щелковском детском доме «Доверие» проживает 22 ребенка, всего лишь у пяти из которых есть мама и папа. Поэтому ребята особенно радуются, когда к ним в гости заезжают не просто хорошие люди, а неравнодушные и небезучастные к их судьбе. Так в детский дом заглянул депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Здесь он уже не в первый раз и по традиции захватил с собой сладкие угощения. Маленькие хозяева напоили гостя чаем, а также показали новые раздевалки, средства на которые были выделены депутатам. Давно мы мечтали о том, чтобы поменять наши раздевальные комнаты, где у вас были одинаковые совершенно шкафчики, они ничем не отличались друг от друга и ничего не было такого домашнего в тех шкафчиках. И мы мечтали о таких прихожих, которые бывают в квартирах. Потому что у вас же теперь квартира, у вас не просто группа, у вас семейная квартира. И мы очень хотели, чтобы у вас все было как в квартире. Вот Владимир Николаевич осуществил нашу мечту. Ребята всегда рады здесь гостям. И мы стараемся, чтобы как можно больше сюда гостей ездило. С наших коллег депутатов из общественных организаций. И понятно, что для детей семья – это все, и заменить семью очень трудно. И благодаря коллективу, благодаря тем условиям, которые они создают, здесь по максимуму получается, что дети приближены к той ситуации, которая бывает в семье. Ребята в доме доверия очень способные. Будучи совсем маленькими, уже задумываются о том, кем хотят стать в будущем. Что ты больше всего любишь делать? Играть в футбол. О, играть в футбол. Хочешь стать футболистом? Да. Ты тоже хочешь стать футболистом? Да. А ты кем хочешь стать в будущем? А я хочу тоже стать футболистом. Также Владимир Шапкин провел встречу с представителями Щелковского отделения молодой гвардии. Юноши и девушки смогли задать волнующие их вопросы, либо предложить на рассмотрение идеи, касающиеся жизни молодежи Щелковского городского округа. В молодую гвардию я пошел изначально для того, чтобы двигаться в направлении развития нашего государства, чтобы преподнести чего-то нового, новые мысли, новые идеи. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.